В одном небольшом городке, в одном скромном домике жил-был маленький котенок по имени Пушок. Как и любой другой маленький ребенок, этот котенок был очень наивный и любознательный. Все, что происходило перед его глазами, имело какое-то иное представление, волшебное и сказочное. А верил он в то, что под Новый год, его самый первый Новый год в жизни, должен появиться настоящий Дедушка Мороз. Только не простой дядя, которого мы все привыкли видеть, а кошачий Дедушка Мороз. Так сказать, кот Мороз, который мог исполнить любое желание для котенка. А желание у котенка было таким простым и добрым. Это мягкая игрушка в виде мышонка. Несмотря на то, что родители у котенка были настоящие мышеловы, и они были прославлены в этой деревне как самые отъявленные борцы с грызунами, Пушок очень любил маленьких сереньких черноглазеньких пушистых комочков шерсти, которые на вид выглядят абсолютно безопасно и миролюбивы. И история эта случилась с того, что котенок просто лежал и смотрел мультик по телевизору. Его любимый мультик про девочку и мишку. И вдруг он услышал, что кто-то в углу за креслом тихонько карабкается. Котенку стало безумно любопытно, что это за звуки издаются в углу. И он тихонько подкрался и заглянул за кресло. И увидел он там маленького мышонка, который пытается прогрызть себе дверцу, чтобы было удобно и быстрее добираться до своей кровати где-то внутри стены. «Привет!» – сказал котенок. Мышонок увидел его и так сильно испугался, что даже начал дрожать от страха, что так внезапно перед ним оказалась опасность. «Не бойся меня, я тебе не причиню вреда!» – сказал Пушок и с интересом наблюдал за мышонком. «Обещаешь?» – ответил мышонок. «Конечно! Мне просто стало интересно, чем ты тут занимаешься!» «Я хочу сделать себе здесь дверцу, чтобы можно было легко пробраться в свою комнату!» «Ого! Да ты прям мастер на все руки!» «Я бы сказал, что мастер на все зубки, ведь дверцу я прогрызаю себе зубами!» «Вот это да! А ты давно живешь в нашем доме?» «Я всегда здесь жил! С тех пор, как моя мама и папа не вернулись с работы, я начинаю сам бродить по дому и искать себе что-то перекусить!» «А где работали твоя мама и папа?» «Они просто уходили из нашего убежища на какое-то время, а возвращались с едой и мягкими тряпочками, из которых мы делали себе кроватки!» Вдруг Пушок услышал, что в другой комнате ходит его папа, и он сказал Мышонку «Давай мы потом еще поговорим, а сейчас тебе лучше спрятаться!» Мышонок просто кивнул головой и убежал. «Пушок, идем на кухню, ужин готов!» Когда вся семья кошек собралась на кухне, Пушок спросил у папы «Пап, а зачем коты и кошки ловят мышей?» Папа даже подпихнулся от такого вопроса! «Понимаешь, Пушок, мыши – это грызуны, которые воруют еду и грызут дома тех кошек и котов, в которых они живут! Они не приносят там никакую помощь! И вообще, еще очень давным-давно коты были нужны всем людям, чтобы избавляться от этих маленьких преступников!» «Но они же не хотят никому навредить!» «Пушок, мыши – это всего лишь глупые зверюшки, которые не понимают того, что вся еда и все запасы, которые мы себе готовим, должны принадлежать только нам! Они их нагло воруют и вдобавок еще живут в стенах дома и грызут все, что видят! Не нужно их защищать!» Пушок молча смотрел на еду и не мог понять родителей. Почему они так сильно против этих милых пушистых сереньких комочков? Почему не быть просто соседями и жить мирно и дружно? Он был погружен в свои мысли. «А что, если вдруг найти Кота Мороза и загадать ему желание, чтобы коты и мыши могли жить вместе мирно и дружно?» И Пушок спросил у папы «Пап, а как я могу найти Кота Мороза?» «Сынок, ты уже стал довольно большим котенком, поэтому давай я тебе просто расскажу, как оно есть на самом деле, чтобы дальше тебе можно было легче различать реальность жизни от сказки, как все устроено и положено в том мире, где мы живем». Кот Мороз – это сказочный герой, которого не существует. Его придумали взрослые, чтобы детям читать сказки на ночь, и им от этого засыпалось легче. И вообще, это своего рода как талисман Нового года. Понимая, что он существует, дети верят в чудо и сказки, но реальность жизни суровы, и все взрослые понимают, что нельзя одним лишь словом загадать желание, и оно сбудется. «Но я ведь видел Кота Мороза!» «Пушок, это был лишь обычный кот, который переодевался в Кота Мороза и дарил детям подарки». У Пушка все будто перевернулось с ног на голову. Неужели Кота Мороза не существует? Неужели он не сможет загадать ему желание, чтобы коты и мыши жили в мире? У него как будто забрали друга. Ведь понимая то, что нет дружбы котов и мышей, он так и не сможет сдружиться с тем маленьким и безобидным мышонком. У Пушка пропал аппетит, и он пошел в свою комнату. Когда он лежал на своей кровати и обдумывал все, что ему сказали родители, он снова услышал тот шорох за креслом. Тут же он подошел туда и увидел снова того мышонка. «Ну как у тебя дела?» – спросил мышонок. «Не очень так». «Почему?» «Мне сегодня рассказали, что Кота Мороза не существует, а я всегда верил, что когда-нибудь я его встречу и смогу загадать ему свое желание». «Не расстраивайся. Знаешь, когда я был еще совсем маленьким, мама мне рассказала одну интересную вещь, которую я запомнил навсегда. Она мне сказала так. «Микки, всегда верь в свою мечту, верь в сказку и чудо, верь в то, что определенно должно сбыться, верь в то, что ты желаешь до ума помрачения, когда уже окажешься, что нет никакой надежды, верь, потому что только вера дает нам те самые крылья, которые помогают нам подняться, даже тогда, когда уже совсем не осталось сил». «А во что ты веришь?» «Я верю в то, что снова смогу увидеть своих маму и папу». Пушку стало очень грустно слышать такие слова от мышонка. Слова мышонка как будто перевернули его весь внутренний мир котенка. До встречи с этим черноглазиком Пушок мечтал лишь о какой-то игрушке. Но сейчас, когда он узнал, что в жизни бывают такие, казалось бы, простые и постоянные понятия, как родители, и когда их нет просто в твоей жизни, просто нет, то о какой игрушке вообще можно думать? Этот мышонок словно сроднился с Пушком тем, что рассказал такие простые слова, и они вцепились в его душу и затронули его до самых корней. «Знаешь, я верю, что смогу встретить и загадать желание коту Морозу». Они так и продолжили разговор, так много говорили друг другу разные вещи, что не заметили, как время пролетело, и пора уже ложиться спать. Ночью котенку снились сны, как он встретил кота Мороза и загадывает ему желание. Но он не может выбрать, какое же все-таки желание ему загадать, чтобы у мышонка снова появились родители или чтобы коты и мыши жили в мире и дружбе. Не выбрав между этими желаниями, кот Мороз словно снежинка возле печки испаряется, и котенок остается без выполненного желания. Проснувшись, котенок подбегает к тому углу, где он разговаривал с мышонком, но его там не было. Весь день котенок не мог веселиться и играть. Мысли о мышонке не давали ему покоя. Лапки опустились, и перед глазами постоянно мелькает этот мышонок. Пушок никак не мог выпустить его из головы. Он постоянно подходил к тому креслу, чтобы заглянуть за него, но там никого не было. Весь день так и прошел. Вечером же, глядя в окно и раздумывая над своим желанием, он увидел недалеко от окна что-то серенькое и знакомое, лежавшее на снегу. Словно током ударило пушка, он выбежал на улицу и подбежал к тому месту, боясь того, чтобы это не было то, о чем он думал. Подбегая к маленькому тельцу, он увидел, что это был Микки. «У меня поймал кот, но я смог убежать!» «Как же так?» «Этот кот меня сильно поранил, и я не чувствую своих задних лапок!» хрипло прошептал мышонок. «Но кто же тебя это поймал?» «Кот, который живет в другой комнате!» Пушок сразу понял, что это был его папа. «Ведь только он живет в другой комнате, и только он мог поймать мышонка, зная, что он всегда так делал раньше, судя по историям мамы!» «Я не сержусь ни на кого, Пушок! Ты хороший малый! Не забудь те слова, которые я тебе говорил! Верь в свою мечту! Пусть они сбудутся!» Вновь прошептал Микки. У Пушка из глаз начали капать крупные слезинки. Он даже не чувствовал холод снега, на котором стоял. Как важно уметь понять и простить, даже несмотря на боль. Помочь, а не предлагать помощь из вежливости. Уметь остаться, даже когда гордость велит уйти. И любить не за что-то, а просто так. Сильный ветер и метель резко поднялся и обдувал двух маленьких друзей. И из-за ветра, как по волшебству, появился такой красивый и могучий силуэт. «Кот Мороз!» вскрикнул Пушок, и в его глазах появилась надежда. «Здравствуй, дитя мое!» «Кот Мороз, помогите ему! Вылечите его, пожалуйста!» молил Пушок. Кот Мороз смахнул своим жезлом, прямо как в книжках писали. Из его жезла, словно искрой, пролетело много маленьких звездочек. Стало теплее и ярче, и мышонок поднял голову и подвигл своими задними лапами. «Я их чувствую!» обрадовался он. «Вы поражаете меня, дети!» сказал Кот Мороз. «Поражаете меня своей искренностью и верой!» «Поражаете меня своей дружбой и переживаниями друг за другом!» «Ты истратил свое желание!» сказал мышонок. «Это ничего! Я ведь этого и хотел!» «А чего ты и хочешь, дитя мое?» спросил Кот Мороз у мышонка. «Я тоже могу загадать!» «Конечно!» Пушок и Микки посмотрели друг на друга, и мне кажется, слова тут были излишни. По одному только взгляду можно было понять, какое желание хочет загадать мышонок. «Кажется, я знаю, чего тебе загадать!» сказал Кот Мороз. «Ты будешь снова жить со своими родителями! Долго и счастливо!» Кот Мороз снова махнул жезлом, и волшебство повторилось. «А теперь бегите домой!» «Спасибо, Кот Мороз!» прокричали дети и обняли его. «Не за что, дети мои!» «Истинная дружба увлечивает все хорошее в жизни и делит все плохое!» «Стремитесь сохранять свою дружбу!» «Потому что жизнь без друга это как жизнь на необитаемом острове!» «Найти одного настоящего друга это счастье!» «Сохранить его это благословение!» сказал Кот Мороз и словно в том сне испарился. А Пушок и Микки жили в мире и дружбе дальше. У мышонка появились родители, а коты и кошки их больше не трогали и не видели даже. Скорее всего, Кот Мороз предусмотрел все и выполнил настоящее чудо для этих двух маленьких друзей. Конец.